В Обнинске врачи впервые в нашей стране провели радиоэмболию печени, операцию которой позволяет остановить рост раковой опухоли и, возможно, продлить жизнь пациента в пять раз. Медики говорят, что все прошло успешно, и теперь нужно дождаться результата. Если он будет положительным, такие операции поставят на поток. В чем суть методики, узнала Дарья Дружина. О том, что у него четвертая стадия рака печени, Александр Страхов узнал чуть больше года назад. Заболевание диагностировали в медицинском и радиологическом научном центре имени ЦИБА в городе Обнинске. Началось лечение, но в данном случае вопрос об удалении опухоли или пересадке органа уже не шел. Требовался другой подход. Последней надеждой на остановку роста опухоли стала процедура радиоэмболизации. Мы сегодня перелистываем новую страницу в лечении этого заболевания. Спасибо большое. Я всецело доверяю вам. Такую процедуру впервые проводят в России, когда по ключевому сосуду, питающему опухоль в очаг, доставляются радиационные мультисферы, направленные на ее разрушение. Подход это эндоваскулярный, то есть через сосуд, непосредственно к опухоли, не трогая окружающую ткань. Уникальность даже в том, что она впервые делается в России и делается очень в малом количестве стран за рубежом. В Австралии эта операция, к примеру, стоит больше двух миллионов рублей. В Обнинске Александру проведут такую процедуру с применением отечественных микросфер. А это значит, если все пройдет удачно, она будет говорить о том, чтобы ставить такие операции на поток. Стоимость операции снижается в 3-4 раза. На данный момент мы предполагаем, что данная процедура войдет в высокотехнологичную медицинскую помощь и будет представлена на российском рынке в полном объеме. По статистике, рак печени ежегодно губит 745 тысяч человек по всему миру. Только в России каждый год выявляют больше 8 тысяч подобных случаев. Стандартная химиотерапия эффективна лишь у одного больного из пяти. Радиомболизация полностью не вылечивает, но позволяет остановить рост опухоли у 90% больных и может увеличить продолжительность их жизни в 5 раз. Эта операция существенно эффективнее всех остальных методик, разумеется, кроме оперативного лечения гепатоцеллярного рака. Это открывает широкие горизонты для лечения этого тяжелого заболевания. Операция длится не больше полутора часов. Самый важный этап – доставка микросфер, которые представляют из себя алюмосиликатные шарики, проще говоря, стеклянные, размером с песчинку. Посредством нескольких катетеров и проводников, через тоненький микрокатетер, хирурги направляют их прямо в сосуд мишень, тот, который наиболее подкармливает опухоль. Неглубокий вдох. Да, отлично. Дышим спокойненько сейчас. После операции – очень важный этап, когда врачи оценивают эффективность проведенной операции. Они помещают пациента в специальный скандер и смотрят, как расположились радионуклиды. На экране видно – радиосферы как бы заполнили нужный сосуд. Теперь они начинают действовать и уничтожать опухоль. Александр чувствует себя хорошо, мечтает вернуться на работу. Он радиоинженер и встретится с женой. Через день после операции его уже отпустят домой. Я вас могу поздравить, потому что микросферы, которые мы ввели, они локализованы там, куда мы и планировали их везти. То есть цели мы достигли. Спасибо большое. Очень рад. Дарья Дружна, Денис Овчаров и Федор Юрасов. Первый канал.